Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня у нас 21 августа, четверг, и мы начинаем наш вебинар «Ежедневный обзор валютного рынка». Начинаем, по традиции, с календаря событий. Сегодня у нас очень богат на макроэкономическую статистику, будет очень много интересных релизов. Первый релиз мы получим буквально менее чем через полчаса из Франции по индексу деловой активности, по индексу PMI производственного сектора за август. Очень важный опережающий индикатор. В 11.30 мы получим уже аналогичный отчет по PMI производственного сектора уже из Германии. Через час после данных из Германии мы получим релиз из Великобритании по продажам в ритейл-секторе. В 16.30 по Москве мы получим данные из Штатов по обращениям за пособие по безработице за предыдущую неделю. И завершать торговый день в 6 вечера будет также релиз из Штатов по объему продаж жилья на вторичном рынке за июль. Как вы видите, статистики очень много, вся она интересная и достаточно важная. И начинаем по порядку. Начинаем с арзола пары евро-доллар. В первой половине дня внимание трейдеров будет приковано к публикации данных от Центра макроэкономических исследований Market Economics по индексам PMI производственного сектора Франции и Германии. Стоит отметить, что внешние и внутренние конъюнктуры сейчас указывают на отсутствие позитивных сдвигов, геополитическая напряженность между странами Еврозоны и Российской Федерации сохраняется, и это все оказывает понижательные риски для экономики. К тому же, последние два релиза PMI производственного сектора Франции и Германии находятся ниже 12-месячной скользящей средней. То есть, возможно, для кого-то будет удивлением, но есть в экономической теории, в том числе, анализ с помощью скользящих средних за последний год, а также по квартально. Так что у нас скользящие средние применяются не только в техническом анализе, то есть по графику цены, но также это можно все дополнять и в фундаментальном анализе. В зависимости от экономической теории, естественно, что это всего лишь нам всего дополнительный индикатор. То есть мы сначала определяем уже в целом экономическую ситуацию, текущую, макроэкономическую, и потом уже смотрим за ситуацией, которая была за последний год, то есть средняя за последние 12 месяцев. И если это все подтверждается, либо восходящая, либо нисходящая, значит у нас действительно очень сильная такая тенденция происходит. Сейчас у нас действительно тенденция очень сильная, она тенденция нисходящая по PMI производственного сектора. Поэтому сегодня, даже если мы увидим данные лучше медиана прогнозов, это ничего не изменит, быки сегодня не смогут переломить медвежий тренд. Если мы увидим данные чуть лучше медиана прогнозов, то мы всего лишь навсего покажем небольшой рост котировок, который необходимо использовать для наращивания позиций на продажу. Вчера мы увидели снижение пары евро-доллар, снижение ниже отметки 32.95. Вчера у нас была очень такая сильная поддержка, мы ее пробили и уже вот в американскую сессию мы от нее отбились и сходили к следующему уровню поддержки, который у нас сегодня расположен на отметке 32.42. У нас текущий минимум 32.41 и вот сейчас у нас текущая котировка 32.63, то есть мы на один пункт прошли уровень поддержки и от него отбились и сейчас немного подрастаем. Это всего лишь навсего частичная фиксация прибыли, не стоит думать, что это разворот. И поэтому используем рост котировок, либо чуть выше от текущих уровней, у нас текущий уровень 32.63, можно еще немного выше подождать, либо, допустим, подождать до уровня сопротивления 32.95 и нам открывать уже продажи. Поэтому смотрите сами, все зависит от вашего подхода к риску. Облигационный рынок у нас указывает также на сильный медвежий тренд в паре евро-доллар, спреды доходности 10-летних немецких и американских облигаций, спред данный расширяется, что также позитивно для американского доллара. В общем, все факторы у нас указывают на спрос на американский доллар и также на медвежий тренд в паре евро-доллар. Вчерашний протокол ФРС США, последнее заседание, так называемые минутки ФРС, также вышли умеренно позитивными. С одной стороны, вроде бы ничего такого суперпозитивного мы не услышали от членов ФРС США, но было сказано, что понижательные риски для инфляции снижаются, и это, естественно, что благоприятно для американской валюты, поскольку в начале всего текущего года, в начале и в середине текущего года, как раз именно ФРС США заявляла о том, что понижательные риски для инфляции, то есть существуют риски на снижение инфляции, и эти риски это главный негатив, главный негатив фактор для того, чтобы задуматься о повышении учетной ставки, то есть ставки по федеральным фондам. Вчера ФРС США заявили о том, что данные риски, они уже сокращаются, и, естественно, что чем ближе мы подходим к дате выхода из КУЕ-3, у меня из КУЕ-3 ФРС выйдет из КУЕ-3 уже в текущем году, в октябре месяце, на своем заседании, в конце октября оно традиционно проводится. Так вот, уже после этого октябрьского заседания мы постоянно будем на рынке слушать слухи о том, чтобы необходимо повышать ставки по федеральным фондам. Сейчас пока два члена комитета по операции на открытом рынке выступают активно за ужесточение монетарной политики, это Лоссер и Фишер, но вот я думаю, что уже после выхода из КУЕ-3, то есть начиная с ноября месяца, к ним присоединиться кто-то еще, и, естественно, чем больше будет членов комитета ФРС выступать за ужесточение монетарной политики, тем больше будет спросом пользоваться американский доллар. Поэтому у нас по-прежнему тренд нисходящий, мы наблюдаем снижение котировок, но, естественно, что прям сразу же сильно так обвалиться мы не можем, естественно, что процесс снижения, он некоторое время завершается, потом наступает некоторая коррекция, и потом опять мы видим продолжение снижения. Поэтому текущий рост котировок, вот у нас текущая свеча часовая, она у нас такая бычая, текущая отметка 32.63, и вот, на мой взгляд, можно присматриваться к уровням, к позициям на продажу. Но, на мой взгляд, можно еще подождать некоторого роста котировок, допустим, в области 1.32.70 открыть первую позицию на продажу, и уже дальше размещать позицию на продажу от уровня сопротивления 32.95 и 33.32. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по паре евро-доллар, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Стоит также отметить, что немецкие 10-летние банды, облигации, их доходность по-прежнему меньше 1%, что крайне негативно для пары евро-доллар. Поэтому сейчас у нас все факторы указывают на то, что тренд будет продолжаться нисходящий, и поэтому, если мы видим рост котировок, для нас это отличная возможность для того, чтобы продать пару евро-доллар. Если вопросов пока нет, мы тогда перейдем к следующей нашей валютной паре, и это у нас пара фунт-доллар. Сегодня в центре внимания инвесторов будет публикация релиза по розничным продажам в Великобритании за июль. Стоит отметить, что опережающие индикаторы показывают смешанную тенденцию, нет у нас единого четкого направления. С одной стороны, мы имеем позитивные моменты в связи с ростом занятости на Туманном Альбионе, а также у нас позитивным моментом является то, что в июле традиционно есть спрос на розничные, повышаются розничные продажи, то есть идут продажи в ритейл-секторе. Это вроде бы все позитивно. То есть сезонный фактор у нас в позитиве и также рост занятости. Какие мы имеем негативные моменты? Сокращение уровня заработных плат будет сдерживать население Великобритании от больших покупок. Потому что сами вы все прекрасно понимаете. Допустим, если у вас зарплата сокращается, то вы уже делаете гораздо меньше покупок, чем вы их делали раньше. Поэтому мы имеем таких два разноправленных фактора. И на мой взгляд, сегодня не стоит ожидать выхода данных лучше медиана прогнозов. Мы, наверное, увидим данные на уровне медиана прогнозов или чуть хуже на 1,1. И в этой связи не стоит ожидать, что у нас данный релиз окажет сильной поддержки БКМ. Даже если мы увидим данные на уровне медиана прогнозов, мы сможем показать небольшой символический рост. Но, тем не менее, по-прежнему у нас тенденция в паре фунт-доллар не сходящая. Накануне мы получили протокол последнего заседания Банка Англии. Стоит отметить, что Банк Англии в последнее время всех запутал. С одной стороны, на минувшей неделе мы получали от Банка Англии релиз по инфляции, где было сказано, что инфляция по-прежнему будет находиться в краткосрочной, среднесрочной перспективе ниже целевого уровня. И также высокий курс национальной валюты Великобритании, то есть фунта стерлинга, оказывает негативное влияние на экспорт. И необходимо, чтобы фунт немного ослабился, для того, чтобы экспорт пришел в норму. Вроде бы отчет такой был негативный. На этом фоне мы увидели распродажи британской валюты на минувшей неделе. И вот вчера мы получили уже протокол последнего заседания Банка Англии, где два члена комитета по операции в открытом рынке, Мартин Уилл и Макаферти, проголосовали за то, чтобы повысить ставки на 0,25% до уровня 0,5%. Такое вот неоднозначное решение. С одной стороны, большинство руководителей Банка Англии вчера заявили о том, что инфляция по-прежнему низкая, она ниже целевого уровня. И присутствуют определенные инфляционные риски понижательные. Вроде бы сейчас не самое лучшее время для того, чтобы повышать ставки. Об этом говорили большинство руководителей Банка Англии во главе с самим руководителем Марком Карни. Но, тем не менее, Уилл и Макаферти, два представителя руководства Банка Англии, заявили о том, что все вроде бы хорошо в Великобритании, давайте повышать ставки для того, чтобы не было дальнейших проблем, уже связанных с тем, что ставки находятся в течение длительного времени на низком уровне. Вот такой вот парадокс небольшой. На минувшей неделе мы увидели реакцию вниз. Вчера мы увидели о том, что некоторые задумываются уже о повышении. На этом фоне вчера в паре фонд-доллар мы увидели сначала рост котировок чуть выше, уровень сопротивления 1.6667. Тем не менее, мы увидели оттуда уже дальнейшие распродажи вниз, и мы увидели обновление минимальных значений текущего дня, после умеренно позитивного протокола последнего заседания Федрезерва. Вчера на нашем вебинаре я также об этом говорил, что если вы увидите рост котировок на данных по протоколу Банка Англии, допустим, в области отметки 66.50 или чуть повыше, то это идеальный уровень для того, чтобы открывать позиции на продажу. То есть, если мы увидим рост котировок на публикации релиза по протоколу Банка Англии, то открываем позиции на продажу, там отметка будет еще лучше для того, чтобы шортить. Так оно и случилось, цены сначала немного выросли, потом развернулись, пошли вниз. То есть, если вы, допустим, открывали позиции на продажу, то вы вчера могли на этом заработать, как и в паре евро-доллар. Вчера я также говорил, что в паре евро-доллар не стоит ждать сильной коррекции, мы будем снижаться в течение всего дня. Вот в паре фонд-доллар можно ждать некоторой коррекции, потому что пара фонд-доллар была перепродана, то есть, ожидаем некоторой коррекции небольшой технической, после чего вновь шортим пару фонд-доллар. Поэтому, я надеюсь, большинство наших участников вебинара так именно это и сделали. Что касается сегодня, то сегодня ожидаем некоторого снижения, но вы знаете, вот если сравнивать, допустим, пару евро-доллар и фонд-доллар, то в паре евро-доллар уже тенденция более такая ярко выраженная, то в паре фонд-доллар здесь у нас тенденция, на мой взгляд, все же будет менее такая ярко выраженная, нисходящая. Все-таки уже очень сильно участники рынка продавили пару фонд-доллар, и где-то должна быть либо консолидация, допустим, мы будем двигаться в боковике, либо коррекция. Об этом я также вчера говорил, вчера я также обозначил уровень 55.80, что мы до него дойдем, мы, наверное, будем консолидироваться. Вот мы вчера у нас минимум дня был 55.89, то есть 9 пунктов мы и дошли до уровня поддержки. Сегодня мы опять немного снижались в азиатскую торговую сессию, вот сейчас мы опять подрастаем, но, на мой взгляд, можно ожидать некоторого снижения пары фонд-доллар, но снижение будет таким небольшим, и у нас ближайшая поддержка по паре фонд-доллар расположена на отметке 1.6554, у нас минимум дня 1.6563, то есть я думаю, вот снизимся мы в область первой поддержки и, наверное, будем консолидироваться. Наверное, коррекции пока мы не увидим, такой ярко выраженной, что мы, допустим, можем сходить там в область 68-й фигуры, такая ярко выраженная сильная коррекция, но консолидация уже в паре фонд-доллар назрела, об этом я говорил и вчера в том числе, но вчера я говорил, что все же лучше пока продавать парам фонд-доллар, потому что есть нисходящий такой импульс, достаточно сильный. Сегодня тоже можно шортить, но сегодня все же лучше шортить на гораздо более высоких уровнях, с одной стороны, или даже сегодня лучше, наверное, в пару фонд-доллар обойти стороной, потому что она очень сильно перепродана, все, кто могли, уже продали, и я думаю, что потихонечку будут фиксировать прибыль. Поэтому шортить все-таки довольно опасно, некоторые снижения мы еще можем увидеть, но если сказать, что более ярко выраженный сигнал на вниз, то это в паре евро-доллар. Ждем роста котировок и шортим. В паре фонд-доллар такой сигнал уже менее ярко выраженный, поэтому если вы не трейдер агрессивный, не любите сильно рисковать, то лучше пару фонд-доллар сейчас обойти стороной. Вчера ее шортить можно было, позавчера тоже, но сегодня лучше ее обойти стороной. То есть фонд будет падать или все еще коррекция от недельного графика, или это уже разворот вниз. Виталий, вы знаете, что вам сказать по поводу фонда будет падать? Сейчас мы еще должны, по идее, увидеть некоторую консолидацию и потом некоторое снижение котировок фунта, потому что инфляция в августе тоже будет показывать либо снижение, либо на прежнем уровне 1,6% в годовом исчислении, потому что нет предпосылок для роста инфляции в августе. Данные по инфляции в августе мы получим в сентябре, поэтому я думаю, до середины сентября не стоит ждать сильного роста, либо мы увидим консолидацию, либо вот такую вяло-ползучую нисходящую тенденцию по паре фунт-доллар. Уже после того, уже после сентябрьских данных будет видно. Пока что мы не знаем, что будет в сентябре с инфляцией, поживем, увидим, но вот в августе тоже предпосылки нисходящие по инфляции, роста мы не увидим, соответственно, все это будет сдерживать участников рынка от покупок пары фунт-доллар. Поэтому покупок мы наблюдать не будем, мы будем всего лишь на все наблюдать частичную фиксацию прибыли коротких позиций, то есть закрытие шартов, оно будет поддерживать курс пары фунт-доллар, то есть мы сможем увидеть некоторый рост, но это всего лишь на все будет консолидация, это будет не разворот наверх. Что касается разворота вниз, то пока что тоже об этом рано говорить, что прям вот явные у нас уже развороты вниз, все же, как вы видите, вчера у нас два участника проголосовали за повышение ставок, я думаю, что где-нибудь в октябре еще к ним кто-нибудь присоединится, соответственно, все это будет тоже поддерживать спрос на фунт-доллар, поэтому пока что рано говорить о том, что все, мы развернулись вниз. На мой взгляд, все же пара фунт-доллар будет двигаться вот в таком боковике 1.64 и 1.68, наверное, на ближайшие 2 месяца. Что будет дальше, поживем, увидим, гадать не будем. Вторая поддержка сильно опустилась вниз, будем падать, да, вторая поддержка сильно опустилась вниз, вот здесь очень сильный экстремум, 1.64 и 1.65. Первая поддержка 1.65.62, уровень сопротивления 1.66.02, вполне возможно, что мы можем сегодня к нему исходить, потому что текущая котировка уже у нас 1.65.82, то есть 20 пунктов до первого сопротивления. Уважаемые коллеги, переходим к следующей нашей валютной паре, это у нас пара доллар-японская иена. Дефицит торгового баланса Японии, который сохраняется в течение 25 месяцев подряд, лишает медведей возможности для открытия коротких позиций в паре доллар-иена. Японский монетарный регулятор на самом последнем заседании указывал на слабый экспорт в среднесрочной перспективе, и мы видим, как этот прогноз отрабатывается на 100%, экспорт очень слабый. Поэтому быки будут покупать пару доллар-иена на откатах, и по-американский фондовый рынок показывает также рост, как я уже говорил на этой неделе, S&P настроен на обновление исторического максимума, у нас исторический максимум 1991,7, текущая котировка по фьючу на S&P 1986, то есть мы находимся около 6 пунктов от исторического максимума, то есть очень и очень близко. Спрос на фондовых площадках будет поддерживать, в том числе и спрос на доллар-иена. Американская валюта укрепляется вдоль всего рынка, против своих основных конкурентов. Индекс долларовой корзины показывает рост, там до ближайшего сопротивления, в принципе, еще до ближайшего сильного сопротивления, еще достаточно далеко, поэтому мы вполне можем увидеть некоторую консолидацию, некоторую коррекцию, и вновь продолжение роста американской валюты, что также будет поддерживать спросы на пару доллар-японская иена. Поэтому в этой связи необходимо ждать некоторой коррекции, потому что все-таки пара доллар-иена достаточно так краткосрочно перекуплена, мы наблюдали очень такой сильный рост. Ожидаем коррекции, коррекции к уровням поддержки. Они у нас сегодня расположены на отметке 103.75 и 103.28. Текущая котировка у нас 103.77 минимум дня, 103.67. Вот, на мой взгляд, наиболее разумно открывать позиции на покупку ниже текущего локального минимума дня, то есть отметка 103.67. Я бы, допустим, открыл позиции на покупку частями на отметках 103.60 и 103.28. Меньшую часть на отметке 103.60, большую часть на отметке 103.28, поскольку все же пара доллар-иена с одной стороны сильно перекуплена краткосрочно, и мы можем увидеть снижение в области второй поддержки, но с другой стороны такое тоже бывает не всегда. Возможно, мы вот снизимся в область куда-нибудь 103.7 и 103.60 и пойдем дальше наверх в область первого уровня сопротивления 104.12. Поэтому, чтобы нам не гадать, что у нас будет первая поддержка или вторая, открываем и там, и там позиции на покупку. Фиксируем прибыль на уровнях сопротивления. Большую часть лучше зафиксировать на отметке 104.12 или возле этой отметки. Вполне возможно, что прямо пункт в пункт мы не дойдем на 104.12. Мы можем дойти, допустим, 104.10, 104.9. Вот здесь лучше большую часть зафиксировать и потом свою позицию перевести в безубыток, в стоп-лосс, чтобы ничем не рисковать, и меньшую часть зафиксировать на отметке 104.80. Все же, на мой взгляд, до отметки 104.80 мы будем идти очень медленно, а вот отметка 104.12 нам все же должна покориться на этой неделе либо в начале следующей. Уважаемые коллеги, здесь на слайде представлены ключевые уровни поддержки сопротивления по основным валютным парам. Вы с ними можете ознакомиться. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Хотелось бы сделать также небольшие анонсы. Сегодня, в четверг в 5 вечера, мы проведем тематический вебинар. Сегодня мы рассмотрим новую инвестиционную идею, ставка на золото. Мы рассмотрим, как заработать на золоте в ближайшей среднесрочной перспективе на 1-2 месяца. Приглашаю всех желающих принять участие в этом вебинаре. Сегодня мы рассмотрим фундаментальный анализ золота, макроэкономическую ситуацию. Также рассмотрим технические анализы. Я вам дам готовые торговые решения, где открывать позицию, где ставить стоп-лосс, где ставить тейк-профит и какой риск на сделку. В общем, полностью готовые торговые решения по золоту. Если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Приглашаю вас на сегодняшний день. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!